Прощайте каникулы, здравствуй школа! Сегодня в Оренбурге, как и по всей стране, стартовала третья учебная четверть. Тысячи школеров с горок и катков вернулись в свои классы, чтобы продолжить учебный процесс. Для 400 из них Новый год начался в новой школе. Ее номер 87. Расположена она в 19 микрорайоне областного центра в новостройках его северо-восточной части. После новогодних и рождественских выходных в эфире вновь акценты дня. В студии Виталий Дерябин. Здравствуйте! Школа-школа, новая школа. Какая же ты большая и красивая. Год тому назад, в январе 2017-го, эти слова говорили родители и ученики 86-й школы, построенной в соседнем микрорайоне. Потом в сентябре на старте учебного года отметился школьной новостройкой пригородный поселок Акадорье. И вот еще одна школа, про которую нужно говорить самое-самое. Самая новая, самая современная и такая же просторная, как и предыдущие две. В ней тоже могут разместиться до 1135 учеников. Проект новой школы типовой и строители вновь справились с ее возведением в рекордные сроки, всего за полгода. Оренбуржье по этому показателю находится на ведущих позициях в стране. Другим регионам такие темпы и не снились. Причем за указанное время у нас появляется не просто здание. Школа сдается под ключ со всем необходимым оборудованием. Здесь и учебные кабинеты с проекторами и интерактивными досками, и лингофонный класс для изучения иностранных языков по самым передовым методикам, и спортивный зал, и тренажерный. А в актовом зале можно проводить мероприятия, зрителями которых станут сразу несколько сот человек. Впечатляют и размеры библиотеки. Они позволяют проводить занятия среди книг, недоступные в других школах. Все время искала кабинет, где можно детям показать презентацию элементарно. У меня не было места даже, чтобы детей, вот там, кружки какие-то проводить. Сейчас такая возможность есть. Такая возможность есть. Эта фраза применима в новой школе фактически ко всему. Есть возможность организовать группы продленного дня для младших классов. Оборудованы спальные помещения. Есть возможность избежать толчаи на первом этаже. У каждого класса своя раздевалка. Даже возможность подзарядки всевозможных гаджетов тоже есть. Созданы комфортные условия для учеников с ограниченными физическими возможностями, причем такие, которые отвечают самым последним требованиям. Это все для детей. Однако и педагоги имеют под рукой все необходимое для того, чтобы проводить обучение на высоком уровне. Учителям замечательно работать в новой школе. У каждого учителя в нашей школе интерактивное рабочее место. Никаких проблем с техникой. Это все очень удобно. Неоспоримы и удобства для родителей учеников, из-за которых они проявляют в школе повышенный интерес. Еще бы! Образовательные учреждения в шаговой доступности. Об этом они мечтали долгие годы. Ведь первые жилые дома появились здесь еще в начале 2000-х. Строительство сначала 85-й, затем 86-й и вот теперь 87-й школы позволило им отказаться от долгих походов, а зачастую и поездок за знаниями в переполненные школы соседних микрорайонов. Такой большой район. Мы все в 5-м лицее учились в 3 смены. Родители возили с утра детей, переживали, как они будут добираться. А здесь все вот вокруг. Дошли спокойно дети, открыли дверь, пришли домой. В Оренбурге за промежуток времени с 10-го года по сегодняшний день построено уже 11 школ на 7 тысяч мест. В этом микрорайоне это третья школа. Скоро будет сдаваться четвертая школа. А вообще, чтобы дети учились в одну смену, нам вот только в этом микрорайоне нужно построить еще две школы. Район города, он постоянно строится. Это прекрасно, это замечательно. Поэтому потребность в новых местах, конечно, она будет. У нас впереди еще 16-й микрорайон, 15-й микрорайон, 20-й микрорайон. Поэтому школы, конечно, будут еще нужны. Как известно, согласно указания Владимира Путина, к 2025 году в России должна быть полностью упразднена вторая смена. Для этого повсеместно ведется строительство новых школ. На эти цели наша область ежегодно получает сотни миллионов рублей с федерального центра. Причем у нас применяется следующая практика. Строители проводят работы за свой счет, а затем готовое школьное здание выкупается бюджетными средствами. Это в том числе сокращает сроки строительства. Наш опыт собираются взять на вооружение и другие регионы. Это были акценты дня. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok